Очередное аппаратное совещание «Актива города» было начато с доклада начальника отдела опеки и попечительства о проделанной работе за 2017 год. Основными задачами отдела являются выявление устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защита личных и имущественных прав и интересов, работа по улучшению условий жизни, подбор, учёт и подготовка граждан, желающих принять детей на воспитание в семью и, конечно, популяризация и пропаганда семейных форм воспитания как приоритетного направления в устройстве детей, оставшихся без попечения родителей. По состоянию на 1 ноября 2017 года на учёте в отделе опеки состоят 71 усыновленный ребёнок, 364 подопечных ребёнка, из них 247 социальных сирот получают денежные средства, полных сирот в городе 44. За 2017 год был выявлен 41 ребёнок, вновь выявленные дети, устроенные 23 ребёнка социальных сироты под опеку, на усыновление российским гражданам 4 ребёнка у нас переданы, добровольная опека 15 детей. В интернатные учреждения устроены дома ребёнка, 3 ребёнка – это наши дети-отказники. Органами опеки и попечительства проводится определённая профилактическая работа с неблагополучными семьями. По словам начальника отдела, в начале года был составлен график рейдовых мероприятий, в котором запланированы выезды по территорию города с целью контроля материально-бытовых условий проживания несовершеннолетних детей в неблагополучных семьях. С родителями проводились разъяснительные беседы об ответственности за воспитание и содержание несовершеннолетних детей о льготах, предоставляемых семьях в соответствии с законодательством. То, что в семье творится, никто из нас не знает. Когда ваши специалисты туда идут, вы, возможно, даже их предпринимаете, и они заранее готовятся. И ребёнок не будет ничего говорить, и они тоже не будут. Скажут, всё хорошо. Там нас спрашивают, у сверстников нас спрашивают, у педагогов, класс рука и других, как он в состоянии ребёнок, какое у него психологическое состояние, как он учится, как он ведёт себя со сверстниками, участвует в общественной жизни. Вот это всё под вашим контролем должно быть. По итогам выступления, работу отдела опеки и попечительства было решено признать удовлетворительной. Глава города поручил усилить работу отдела, особо обратив внимание на условия проживания и отношения опекунов к подопечным, также проконтролировать за учебным процессом и посещаемостью школу детьми, оставшимися без попечения родителей. Зария Махайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».